Комментарии, просмотры, лайки и репосты мэр Бреста Александр Рогачук не скрывает. Он в курсе всех событий, которые ежедневно появляются на информационном поле. С контентом городских СМИ и порталов знаком хорошо. Следя за новостями, градоначальник сканирует и общественные реакции. На встрече, которая состоялась в городском исполкоме и собрала порядка 15 ведущих блогеров Бреста, Александр Рогачук призвал представителей интернет-сообщества к сотрудничеству. Работу мы сами предлагаем с теми людьми, которые с использованием новых средств коммуникации доносят до людей какое-то мнение, какое-то решение, в том числе органов власти. И поверьте, что если бы вы это делали без души, мы бы вас кое-кого здесь не приглашали. Поэтому, прежде всего, очень внимательно, я подтверждаю, что мы очень внимательно мониторим все информационное поле, которое есть и которое касается города Бреста. Я это подтверждаю. Я достаточно оперативно знаком со всеми публикациями. Это так, чтобы не было рассуждений, если Рогачук прочитает. Конечно, Рогачук прочитает все. Каждый из присутствующих смог задать главе города вопрос, который интересовал или озвучить свою точку зрения по той или иной теме. Беседа продлилась два часа. На встрече обсуждалось многое. Блогеров интересовали вопросы расположения нового кардиоцентра, проекта о продолжении городской набережной, судьба Прибужского квартала и нового футбольного стадиона, будущее IT-кластера и благоустройство парка воинов-интернационалистов. Очень здорово, когда власти встречаются с журналистами, и причем не только государственных средств массовой информации, но также и частных. Дело в том, что в Бресте очень много различных интернет-порталов, информационных блогеров, которые ведут свои передачи и на YouTube-каналах, и в соцсетях. Поэтому эта встреча говорит о том, что все это информационное пространство, оно не оставляет равнодушным нашей власти. Я задал свои вопросы, те, которые были мне интересны. Про Соловский мост спросил, что будет, на Солнечный спросил, как в том или ином направлении, вот, например, улицу Радужную будут ли продлевать. То есть, ну, действительно, узнал то, что хотел. Конечно, когда приглашают на подобные встречи, хочется что-то услышать, что-то, какой-то вопрос задать. И, естественно, это происходит, ты что-то новое узнаешь. И от коллег, и от администрации города сам задаешь какие-то вопросы. И это очень здорово. Александр Рогачук видит пути развития каждого городского объекта, но ждет реальных предложений от представителей медиапространства. Нужно общими идеями вместе развивать бренды и делать так, чтобы появлялись новые. Кстати, вскоре в Бресте может зародиться еще одна традиция – открытие сезона фонтанов. Вечернее представление брещане смогут увидеть уже в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова